Радио 54 Расскажите про технологию варки льда. Почему называется именно варка? В нашем понимании это вы просто полили водой, застыло, все почистили и готово. Как готовится лед? Нет, ребята, начинаем мы, конечно, осенью, где-то в первых числах октября. Когда начинается зимой, например, заморозки, черновой лед делаем. Первый. Как это делается? Что значит черновый лед? Ну, первый, основу. Просто залили и застыло? Да, заливаем поле, водой пропитываем его, потом включаем. Камера там у нас в морозильной специально человека есть, Замаровска, ну, искусственный лед там. И когда уже первый слой пройдет, шлангами заливаем, ручную, до определенной толщины, потом выходят машины. У нас две автоцистерны, вот, заливаем водой их, цепляем душ, специальный душ такой, с трубы. Мы подводим шланги, вот, и отверстия тоненькие внизу, и они проходят, пройдут, определенное время замерзло, опять пройдут, наращиваем лед, наращиваем, наращиваем, нарастили до определенной толщины. Потом уходят другие поливочные машины у нас, олимпики называются, олимпии. У них ножи, они стригут его, ровняют, сзади полотенце, заливают горячей водой, градусов 70-80 температура воды. Вот они постригают, лед горячей воды подплавляется, тряпочкой заносится вот это вот, сзади полотенца. Как бы шлифуют его, да? Да, и он становится ровненький, вот, это, конечно... И весь этот процесс сколько времени занимает, в целом, примерно? Ну, вот, олимпика, когда выходит, полчаса, два, ну, олимпика, полчаса они льют это все, замазывают. Ну, а потом уже, когда лед готов, делаем разметку, все до сантиметра высчитываем. Да, вот как вы наносите краску? Это не краска, это ленты. А-а-а. Мы морозим, замораживаем ленты, вот, проливаем леечками все это самое, чтобы замерзло. Ткань? Да, ткань. Она вмораживается в лед? Да, вмораживается в лед. Потом идут машины, опять цистерны, заливают сверху вот эту вот разметку всю, потом другие машины вот выходят, ровняют все это, состригают. Потом принимают нам эту разметку, принимают специалист специальный, там, судьи квалифицированные. Все, по рулетке меряют, до сантиметров, все, что было, это самое. Про наращивание льда вы сказали, что делать его все толще, толще слой за слоем. То есть, мне представлялось, что вы это делаете там несколько дней, да? Вот он застыл, например, за ночь, потом еще раз нет? Да, ну, сутками, по-первых, сутками работаем. Ну, а потом уже с 7 утра выходим, и, ну, лед где-то сантиметров 7-8 толщиной должен быть. И каждый день же в течение дня нужно тоже с ним работать? Да, с утра в 7 утра приходим. Расскажите про свой график работы. С 7 часов утра приходим, выходят олимпики, ровняют его ножами, заливают, раза на два бывает так, чтобы это самое. И он к 9 уже застывает? Да, он, конечно, застывает. В 9 начинается работа? Да, в 9 начинаются тренировочки, ребятишечки маленькие выходят, вот. Потом через полтора часа другие, опять полчаса подготовка льда, опять другие выходят на лед. И вот так вот целый день мы работаем. А любительские, другое поле, где катаются просто люди, которые любят кататься, и поле для матчей, они как-то по-разному, наверное, подходы? То есть то можно, допустим, не чистить подольше, а это нужно чистить строго каждый там час. Да нет, обязательно, и это чистят. Как часто чистят? Каждый день. Раз в день? Да, вот к этому, значит, к выходным часу дня, а в будни, с 6 вечера, вот, если снег выпал, снег убирается, потом заливается опять на горячей водой, все это равняется, делается. Как вообще погода влияет? Да, температура воздуха зависит как-то. Обязательно. И что вы с этим делаете, да? А мы, как доктора, лечим этот лед. Интересно, как это? Вот. Ну, когда сильные морозы, лед перекаленный, и коньками скалывают, нарезки от коньков делают. Вот. Ну, берем леечки, водичку наливаем, и с леечками ходим, вот это все заливаем. Если глубокая ранка на льду, мокрый снег, ну, снег набираем, воды туда в ведро, и с мастерочком ходим, замазываем. Вручную? Да, вручную все. Потом уже олимпики подстригают, выходят в машину. Как стекло, ровненький, хороший. Сумасшествие. А если, наоборот, тепло, и лед подтает, то все, ничего не сделаешь, кататься нельзя, да? Лед не подтает. Ну, он станет рыхлее как-то, нет? Вот сейчас минус семь, самая погода. Встает градусов до восемнадцати, до двадцати, потом начинает прикалываться. А весной, весной включаем камеру морозильную, которая осенью включалась, и подмораживаем его, пока разметка не растает у нас. Ну, а что делать? Весна, естественно. Вот так вот, до середины марта где-то работаем, каждый день без выходных. Нет, один день был выходной, первого января. И все. И все. Как ни выходных, ни праздников, ничего нету. Ну, тренировки, люди катаются, все это самое. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.